Эта ночь стала лучшей иллюстрацией абсурда той сущности, которая 300 лет назад взяла себе сценический псевдоним Россея, но осталась Московией. Даже не так. Она осталась московщиной, жадной, кровавой, лживой. За долгое время своего существования она научилась прикрывать свою дикость маскировкой цивилизованности, но при малейшей возможности она отбрасывает этот полог и предстает в своем истинном виде. Собственно говоря, все десять лет войны с Украиной как раз на это и указывают, но восемь из них эта сущность орудовала ножом и топором из-за завесы и только два года и четыре месяца назад отбросила эти условности. Но эта ночь оказалась особой. Насколько можно понять, ночная комбинированная ракетно-дроновая атака основной своей частью была направлена на Киев. На это указывает то, насколько замысловатыми траекториями противник выводил дроны и крылатые ракеты. Ну а в небе над столицей железяки валили буквально всем. От пулеметов до Патриот. Это не фигура слова, а результат собственных наблюдений за тем, как оно все происходило живьем. Складывалось впечатление, что задачей противника было не поражение какого-то конкретного объекта, поскольку такие попытки уже давно проваливаются, но просто попасть почему-то в Киеве. А раз так, то тут читается не столько военная составляющая атаки, как психологическая и политическая. То есть надо было сделать хоть что-то символичное, чтобы утром пресса написала «Нанесен удар по Киеву». И тут картинка начинает складываться стремительно и неотвратимо. Не секрет, что у сменщика Шойгу не сложилось ни с генералами, ни с военкорами. Рассадки первых вызывают к нему ненависть и презрение. А демонстрация Блохером своей набожности, когда министр осеняет себя крестным знамением настолько часто, что это больше похоже на нервный тик, не придает ему ни веса, ни уважения. Ему уже дали целый ряд прозвищ, и пока идет кастинг этих названий, лично мое внимание привлекло «Плюшевый дурак». Тут как бы идет отсылка к медведю, пусть и из плюша, ну а дурак, он и в Африке дурак, хотя если посмотреть на Раша сказки, дурак там всегда главный герой любого произведения. В связи с этим уже ползут слухи о том, что новый министр уже перестает нравиться фюреру, ибо никаких звонких викторий за ним так и не числится, зато уже при нем начался вывал знаковых активов, коими, безусловно, являются стратег Ту-22М3 и фенгиперцевый Су-57. То есть это такие активы, которые не должны были попасть под раздачу ни при каких обстоятельствах, как и РЛС дальнего оповещения типа «Воронеж-М» и «Воронеж-ДМ». А кроме того, уже за несколько недель правления нового министра произошел массовый вынос базовых систем ПВО С-400. И это далеко не полный список пассива, которым загрузился Белоусов. Думаю, что буддист или кто он там Шойгу трижды перекрестился ударением лба о пол, поскольку чаша сия минет его самого. Возможно, про себя он даже подумал, лучше пускай три раза минет, чем вот это вот все. Сейчас он вообще притих, как Хариус облет или северный олень, изготовленный якутским скульптором. То есть он вообще не подает никаких признаков жизни, чтобы окружающие терялись в догадках. Пациент скорее жив, чем мертв или же наоборот. Более того, он сейчас радостно потирает руки в том плане, что все то, что заварил он лично, вместе со своими редкостными шаманами, расхлебывать будет другой товарищ, который даже не знает, с какой стороны надо правильно хлебнуть. А кто, как не Шойгу, знает своих генералов и то, что присмотревшись к новому министру, они его будут юзать, как дешевую проститутку, всем гаражом. Мне пришлось служить еще в советской армии, которая, безусловно, с небольшими изменениями, в смысле внутреннего содержания, воплотилась в российскую. И знаю, насколько эта система умеет воровать и пускать пыль в глаза. Просто отмечу, что когда в соседний полк приезжало высокое начальство из Москвы, чтобы вручить какую-то очередную цацку, у нас все белили, красили, вычищали. Но еще у нас красили траву, чтобы та имела однообразный цвет, а дорогу от КПП к штабу и плац натирали сапожным кремом маргеловский из огромных банок. Так что те, кто не понимает этой системы, всегда окажутся в дураках. Марк Твен был прав, когда завещал не спорить с дураками, поскольку придется опуститься на их уровень, и там они одолеют опытом. Это как раз тот случай, генералы размотают белое пальтишко министра на раз-два. А все это сказано к тому, что Белоусов печенкой чувствует, что царю надо показать нечто эдакое, чтобы тому понравилось. А что может быть лучше удара по Киеву? Вот его министр и решил изобразить. И тут речь не о том, чтобы попасть в Ермака и его друга, без которого тот не уйдет. Даже если бы те были в Киеве, при малейшей опасности они уйдут под землю. И пока над городом сбивают ракеты, будут усиленно хрустеть мивиной, закусывая ее скумбрией. Тем не менее министр хотел, чтобы именно сегодня царь проснулся и по телевизору увидел соответствующие сюжеты с прилетами по Киеву. Почему сегодня? Да потому что там праздник, день независимости. И вот тут абсурд принимает законченную форму. Пациент решил испечь к празднику подарок – удар по столице соседнего государства в ходе империалистической захватнической войны. Но сама суть праздника прямо противоположна тому, что они все теперь делают. Речь как раз идет о независимости Московии от остальных республик Советского Союза, в частности от Украины. И тут имеется просто классическая засада. Дело в том, что эту самую независимость Россия провозгласила 12 июня 1990 года, то есть почти на год раньше Украины. И вот теперь, ведя империалистическую войну и захватывая чужие территории, она де-факто отказывается от той самой независимости, которую они празднуют. Но такие сложные конструкции у них не умещаются между ушами, и они просто не понимают, что для сохранности целостности образа им следует или крестик снять, или трусы надеть. И поэтому Белоусов дал команду запилить фюреру подарок. А военные тут же взяли под козырек, поскольку они точно знают принцип «Инициатива имеет инициатора». В том смысле, что исполнить-то мы исполним, но результат будешь расхлебывать самостоятельно. И соответственно запустили дроны, крылатые и баллистические ракеты и один кинжал. Как можно увидеть на фото, большая часть всего этого полетела на Киев, дабы тютелька в тютельку исполнить волю министра. Но как и ожидалось, практически все запущенное было сбито, включая финдиперцевый кинжал, который обгадился в очередной раз, показав свое бессилие перед Патриот, взрыв ракеты которого было хорошо слышно. В результате все шахеды сбиты, причем до половины из них в Днепропетровской области, что говорит о многом. Все крылатые ракеты сбиты, кинжалы тоже. Не сбита только одна баллистическая ракета Искандер-М. И, судя по всему, эти двери тоже закрываются. Через несколько недель к нам зайдет более одного комплекса Патриот. И что же получается? Подарок Пуйлу к празднику оказался с душком, как праздничный пирог с дерьмом. Тем не менее, министр вывернул и выставил на показ весь гнилой ливер своего двуглавого петуха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok